2024 год пройдет под покровительством дракона. Это одно из самых ярких и сильных животных в китайской мифологии. Год обещает много перемены возможностей, успеха и творчества. И наш специальный корреспондент в Москве Екатерина Глазунова узнала значение символа для китайской и российской культур. В этой мастерской появляется на свет фарфоровое чудо. Сувениры в виде маленьких драконов, что в 2024-м символ года. Тоша, дракоша, гена, зубастик. Всего 12 видов скульптур запустили в производство на Дулевском заводе. Все фигурки уникальны. У каждой своя роспись, характер и настроение. Миленьким в основном стараемся сделать. Хоть он и дракон с характером, но чтобы он получился милым, хорошим. В новогодней коллекции есть и винтажные образцы. Драконы-подсвечники выпускались в прошлом веке и пользовались повышенным спросом. А теперь стали брендовыми. Хотелось сделать не просто сувенир, но чтобы он еще и вентилитарный был. Вот этот дракончик, он еще и является подсвечником. Вот сюда вставляется свечечка. Сказочные драконы оккупировали Дулевский завод задолго до наступления новогодних праздников. Еще летом, когда художественный совет выбирал самые удачные изображения символов года. Те, которые теперь растиражировали. Настоящее царство драконов. И в первой московской галерее восточной живописи. В экспозиции, которая называется «Сон лазурного дракона», представлены разные образы этого мифического существа, выполненные древними мастерами и современным художником. Строгие, позитивные и величественные. Изображения символа года здесь везде. И в иллюстрациях, и на старинных предметах китайского декоративно-прикладного искусства. Дракон символизирует силу. Это прежде всего силу, надежную защиту. Дракон – это, в общем-то, стихия. Восточная традиция – это существо-защитник. Существо такое сильное, но, может быть, и грозное, но благопожелательное. Один из древнейших символов Востока, первые упоминания о нем находят в Китае, дракон, неподвластный человеку, воплощает в себе образы блага и могущества. Сила дракона как символа императора, то есть тот, кто повелевает благополучием государства. И, видимо, с тех самых давних пор именно с этим символом дракона в Китае связана власть, благополучие и контроль над обеспечением всего в государстве. В русских сказках свой дракон – трехголовый огнедышащий хулиган Змей Горыныч. Россияне с ним знакомы хорошо и потому драконов не боятся. Символ хороший, я знаю, что он очень добрый, повелитель водной стихии. Я думаю, что это будет очень год удачный, очень год счастливый, потому что драконов я люблю. И дети мои любят драконов, так что я думаю, что все будет хорошо. А этот дракон – иероглиф. Уверенными движениями на бумаге красного цвета каллиграф пишет его безотрывно в стиле скоропись. Чтобы подчеркнуть то, что дракон символизирует жизненную энергию, жизненную силу в Китае. Поэтому и стиль выбран более динамичный и экспрессивный. Какие-то линии похожи на хвост дракона, на его голову. То есть он напоминает визуально дракона. И это состоит из элементов, которые напоминают какие-то части тела дракона. Этот символ обязательно надо повесить у входа в квартиру или в дом, чтобы привлечь удачу и заслужить благосклонность дракона на весь 2024 год. Екатерина Глазунова, Аяна Сергеева, Павел Глазунов, CGTN, Москва.